Итак, мы продолжаем наш разговор об итальянской карьере Алексея Миранчука. С вами снова Константин Калуцкий, и мне хотелось бы разобрать матч Аталанты коллектива Алексея Миранчука против Фиорентины. И да, понятное дело, у нас в России эту встречу все возможные СМИ озаглавили как матч Кокорина против Миранчука. Но при этом всем было понятно, что шансы на появление Александра на футбольном поле, они просто минимальны. Все понимали, что Фиорентини на него не рассчитывают. И да, понятное дело, что главный тренер Фиалок Итальяно заявляет, что мы ждем Кокорина, что мы очень рады, что у нас есть такой футболист, мы видим его прогресс, бла-бла-бла, все остальное. Но это не более чем форма вежливости. Кокорин сейчас плотно срастается со скамейкой запасных, про него в принципе можно забыть. Ну и как мы видим, Фиорентина и без него прекрасно обходится. Вот взяла, да и обыграла Аталанту. Ну а что касается Бергамасков, они своему русскому футболисту доверяют. Алексей Миранчук вышел в стартовом составе впервые в этом сезоне и, на мой взгляд, сыграл неплохо. Кто-то скажет, что серьезно, неплохо, ведь команда-то проиграла и во многом сенсационно, Аталанта считалась фаворитом в этом матче, а проиграла 1-2. И поэтому сам Миранчук был заменен на 50-й минуте, одним из первых. И, казалось бы, это символ того, что футболист не попал в игру. Но так ли это? Давайте разберемся. Но сперва хотелось бы напомнить вам, что наш спонсор, компания Балтбет, продолжает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в описании и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также введете промокод 20Калудский21, который также указан в описании к этому ролику, то вы получите бонус – три бесплатные ставки. Так что дерзайте, ребят, это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, начинаем со стартового состава Аталанты. Здесь схема была достаточно типичной для этого коллектива. 3-6-1 с тремя центральными защитниками, двумя краями на бровках, латералями, двумя опорниками, двумя, так скажем, плеймейкерами и нападающим впереди. Хотя здесь, конечно, нужно отметить, что специфика вот этих самых двух плеймейкеров, она определяла схему скорее как 3-5-2, а не 3-6-1. Почему? Ну, потому что под нападением появились Песина и Миранчук. И если Песина – это футболист, скорее такой оборонительный, он в опорной зоне часто появляется и так далее, то Миранчук – это скорее такой оттянутый фуэвер. Поэтому здесь, по факту, скорее было 3-5-2, и Миранчук получал роль впереди. К сожалению, это не особо ему помогло, потому что Аталанта играла как кусок известной коричневой субстанции. Просто вот ярчайший показатель. За те 50 минут, что отыграл Миранчук, Аталанта нанесла всего один удар. Замечательно, на своем поле. Кстати, этот единственный удар именно с передачи Миранчука. Алексей нагрузил на полу мину, тот мог забивать, кстати, но жахнул головой мимо цели. Вот такой вот был хороший шанс и единственный, созданный Алексеем Миранчуком. Поэтому критиковать его за что-то я не считаю уместным. Напротив, он был одним из лучших. В этом экспериментальном составе Аталанта, потому что тренер Гасперини явно недоволен результатами, попытался здесь несколько изменить свою команду, вектор игры. Ну и, в общем-то, ни к чему хорошему это не привело. Здесь, как говорится, как вы не садитесь, вы в музыканта не годитесь. Аталанта меняет состав, а результат все тот же. С другой стороны, Миранчук, появившийся на этот раз в основе, старался как мог. Поначалу он очень тяжело втягивался в игру. Там был, скажем так, у него практически персональный соперник, защитник Фиорентины Игор, такой вот Игорек, который то бил Алексея по ногам, то отнимал у него мяч. Даже однажды отнял мяч у Миранчука на половине поля Аталанты. То есть такой был эпизод. Но, с другой стороны, в какой-то момент Алексей смог вырваться из тисков его опеки и начал создавать моменты. Один из них, это как раз передача на полумину, плюс была хорошая атака вместе с Запокостой, у них там была перепасовочка. Короче, если кто-то и создавал момент у Аталанта, это был Миранчук. Да, его заменили, но нужно понимать, что Миранчук много сил потратил на матчи сборных, он отыграл три встречи, и, конечно, это тоже нужно учитывать. Ну и что характерно, поменяли Миранчука, а лучше-то не стало по факту. Команда все равно проиграла. Так что Алексей, на мой взгляд, явно не худший. Кстати, это подтверждается и статистикой. Если мы обратимся к сайту Huskort, который подсчитывает все технико-тактические действия, то, если мы берем отрезок до 50-й минуты, когда Миранчука заменили, у него был третий лучший рейтинг статистической эффективности в Аталанте после полумину и песины. Ну а в целом у него статистика не такая яркая. 13 передач, 10 точных, одна из них ключевая передача на полумину. Но, с другой стороны, на фоне такой нищенской Аталанты даже такой Миранчук смотрелся как Пеллия. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.